Доброго времени суток. На государственном телевидении Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодняшние темы дня. В пещере Мерсин провинция Килики обнаружены наскальные рисунки возрастом 8 тысяч лет. Комиссия по делам Армении в Конгрессе США внесет резолюцию, призывающую Баку освободить пленных армян. Российские миротворцы обнаружили и обезвредили более 25 тысяч взрывных устройств в Арцахе. Азербайджан и Турция должны быть привлечены к ответственности. Рустам Бадасян на 14-й конференции Юно-Ди-Си. В результате взрыва мины в Сирии погибло 18 человек. Аром МП-3 и Гурген Табагян в новой интерпретации представят произведение Тамзара. 8 марта. Международный женский день. Интервью с этнографом Нарине Шамамян. В регионе Мерсинки-Лики с разрешением Министерства культуры и туризма реализуется проект под названием «Предыстория гор Центрального Тавра». В рамках программы исследователи из различных вузов имеют возможность работать в этой области. Во время раскопок в пещере на склоне скалы Валадской долине провинции Эр-Дем-Ли было обнаружено около 15 наскальных рисунков, возраст которых предположительно составляет 8 тысяч лет. Петроглифы, в основном представляющие собой изображения различных людей, животных и достопримечательностей, вызвали большой интерес у ученых. Отметив важность находок, ученые подчеркнули, что они похожи на стенописи «Гары Латмос». Обнаруженные изображения могут пролить свет на ранее неизвестный доисторический период Мерсина в исторической Киликии. Комиссия по вопросам Армении и Конгресса США на следующей неделе представит резолюцию, призывающую Азербайджан освободить всех армянских пленных. Согласно источнику, председатели Комитета Конгресса по делам Армении приставят в Палату представителей письмо, призывающее Азербайджан немедленно освободить более 200 армянских военнопленных и заключенных, находящихся в заложниках более 100 дней после объявления о прекращении огня от 9 ноября. Бригады инженеров российского миротворческого контингента продолжают разминирование территории Арцаха. Как сообщает Арминпресс со ссылкой на Минобороны Российской Федерации, за один день саперы расчистили 17 гектаров территории и 4 километра дороги. В целом, в 2020 году, начиная с 23 ноября, от неразорвавшихся боеприпасов были очищены 1623 гектара, 508 километров дороги, а также 1577 зданий, в том числе 30 социально значимых объектов. Обнаружено и обезврежено 25 154 взрывных устройства. Министр юстиции Армении Рустам Бадасян с 5 по 11 марта 2021 года будет находиться в Японии, в Киото. Министр принимает участие в 14-м конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию ЮНОДСИ. Как сообщает Арминпресс со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Республики Армения, в своем выступлении 7 марта министр Бадасян поблагодарил Японию и секретариат ЮНОДСИ за организацию мероприятия, отметив, что эта платформа ООН является хорошей возможностью для правительства обсудить вопросы предупреждения преступности, уголовного правосудия, а также необходимые для этого механизмы и инструментарий. Министр Бадасян особо подчеркнул проблемы языка вражды, отметив, что этот вопрос актуален для Армении, поскольку армянский народ на протяжении всей своей истории подвергался дискриминации, преследованиям, преступлениям на почве ненависти и геноциду из-за нетерпимости к своей этнической, религиозной и культурной идентичности. Привлечение Турции и иностранных террористов, их последующее размещение в рядах вооруженных сил Азербайджана для ведения боевых действий против Арцаха – это еще одно серьезное преступление, совершенное Азербайджаном и Турцией, и грубое нарушение всех международных норм. Многочисленные свидетельства из соответствующих источников показывают, что Турция и Азербайджан способствуют усилению и распространению террористической угрозы в нашем регионе. Следовательно, мы считаем, что международное сообщество должно присоединиться к усилиям по противостоянию этой угрозе и привлечению ответственности сторонников и виновных в этом преступлении, заявил Рустам Бадасян и в этом контексте поприветствовал факт обращения киотской декларации к преступлению терроризма. По меньшей мере, 18 человек погибли и трое получили ранения в результате взрыва двух наземных мин на востоке Сирии, в провинции Хама. Об этом сообщает сирийская госкорпорация САНА. По данным САНА, взрыв произошел вскоре после полудня перед мечетью в Ади-Аль-Азиб, недалеко от северного города Аль-Саламия. Арам МП-3 и Гурген Дабаген представили совместную работу. Как сообщает Армен Пресс, они представили народную песню Тамзара в новой интерпретации. Инструментальную часть написал Ник Эгибиан. Автором анимации, размещенного на YouTube клипа, является Арам Айс Айрапетян. По словам Кумитаса, Тамзаран — это свадебная песня и танец, где главная роль отведена Гео Вентбашуну, ведущему танцу, и его помощнику. А невеста должна находиться возле крестного отца. Сейчас Тамзара потеряла свое былое ритуальное значение и проводится практически на всех общественных мероприятиях и церемониях. 8 марта — Международный женский день. В этот день отмечаются достижения женщин в политической, экономической и социальных сферах, а также их прошлое, настоящее и будущее. Согласно сайту galent.ru, в современном мире 8 марта больше не несет цели продвижения равенства, а считается прекрасным весенним праздником красоты, нежности и духовной мудрости женщин и внимания к прекрасному полу. Решением ООН 1975 года этот праздник получил статус Международного женского дня. Дорогие девушки и женщины, телекомпания Западной Армении поздравляет всех вас с вашим прекрасным праздником и желает вам счастья, здоровья, а также новых свершений. На телевидении Западной Армении этнограф и следователь танцев Нарине Шамамян представила бытовые танцы как культурный феномен, сыгравший свою роль в жизни армян. Отмечаю, что не во всех регионах Армянского Нагоря есть танцы, используемые в быту, обусловленные это формированием творческой и музыкальной мысли. Она подробно описала родившиеся в различных бытовых действиях танцы, совпадающие с ритмом и темпом музыки и танцевальных движений. Бытовые танцы характерны для Западной Армении, а в восточной ее части эти танцы исполняются в Уристи, в основном в поселениях Шагап и Ванашен. Далее для вас ансамбль Зартунг. Субтитры создавал DimaTorzok А на сегодня все. Желаем вам всего хорошего.